Одесский кинофестиваль завораживает, Одесский кинофестиваль вдохновляет. Без преувеличения, это определенная веха в культурной жизни Украины, которая в какой раз доказывает, мы можем делать шоу, проводить фестивали и творческие встречи не хуже европейских, а в чем-то даже и лучше. На днях в Одесском национальном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония закрытия 7-го Одесского международного кинофестиваля. Подходит к концу 7-й Одесский международный кинофестиваль. Мне очень приятно, что каждый год мы можем радовать вас все новыми и новыми инициативами, которые мы стартуем на фестивале, и они на самом деле работают. В этом году мы привезли на 14% больше картин, 114 картин участвовало в Одесском международном кинофестивале. Все было больше и больше, ведь ребенок подрастает, ему уже 7 лет, в следующем году будет 8 и так далее. Мы будем радовать вас все большими и большими цифрами. В этом году стартовали новые программы. Мы запустили конкурс европейского документального кино, которым мы очень рады и думаю, что в следующем году мы будем развивать эту инициативу и поставим ее еще на более высокий и интересный уровень. Стартовала секция сериального кино. Это тоже для нас очень важный момент. Мы в следующем году придумаем еще какие-то интересные программы, связанные с этим направлением. Ну и, конечно же, бизнес. Нам очень важно, что на Одесском международном кинофестивале мы связываем культуру и бизнес, культурные бизнес-элиты. Мы сделали в этом году много мероприятий, посвященных непосредственно этой теме. Прошла конференция Digital Media Day, где наши уважаемые гости из Европы и из Америки поделились самыми интересными проектами, всем, что происходит в новых технологиях, в интернете, то, что может помочь нашему украинской киноиндустрии делать кино, оптимизировать все свои процессы, выходить на новые международные уровни. Мы сделали новую инициативу Business Club, где объединили всех симпатиков фестиваля, всех наших партнеров, которые поддерживают и будут поддерживать фестиваль и выводить его еще на более высокие уровни. Я, конечно же, хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня, всех, кто приходил на все показы Одесского международного кинофестиваля, а их было много. В этом году, как никогда, было много переаншлагов. Спасибо вам, и мы будем думать в следующем году, какие новые локации присоединить к фестивалю, потому что мы уже выросли своих размеров. Более чем 100 тысяч зрителей и 5 тысяч аккредитованных гостей пересмотрели 114 картин и выбрали лучшие. Среди специальных гостей кинофорума посол США в Украине Джеффри Пайетт и символ Одессы, талисман Одесса International Film Festival Михаил Жванецкий. Мне очень приятно быть в прекрасном украинском городе в Одессе. Я думаю, что это было около 3 лет назад, когда Сергей Тегипко впервые рассказал мне о этом фестивале. И я наконец приехал. Поэтому хочу поблагодарить Викторию Тегипко за приглашение на этот фестиваль. Хочу приветствовать с тем надзвичайным успехом, который этот фестиваль имеет. Я очень тронут, тронут таким приемом. Ну, так и буду говорить, он ушел тепло встреченный зрителями. Дорогие мои, сейчас я одену очки, мне теперь легче будет. Я уже давно не выступал. Наш зритель, хоть и взрослый, но еще ребенок. Ему автоматы, пистолеты. Мыслитель для взрослого ребенка слишком хил и туп. Я хочу сказать теперь так. Во-первых, я слышал, я приехал позавчера, я слышал, что очень удался фестиваль и набрал высоту. Я поздравляю. Любовь к нашей неповторимости, я имею в виду нашего города. Ведь неповторим и Петербург, люди приезжают посмотреть. А наша неповторимость ничего не объясняет, ибо эту неповторимость, одесскую, развозят все по всему миру. И узнают друг другу сразу. Скажите, вы случайно не из Одессы? Из Одессы, конечно. И не случайно, а осознанно. Так что... Спасибо! Обладателем главного приза 7-го Одесского международного кинофестиваля Гран-при по результатам зрительского голосования стал британский фильм «Кто горит, горит, горит» Чани и Баттон. А лучшим фильмом 7-го Одесского международного кинофестиваля по версии жюри стала картина «Незаконная» представителя «Румынской новой волны» режиссера Адриана Ситару. Актером, представляющим фильм на ОМКФ Алине Григори и Робби Урсу, награду вручил глава международного жюри Кристофир Хэмптон. Я перепрошую, я дуже хвилююся за дуже хвилюючими для мене. Мені навіть бракує слів, але я спробую все-таки сказати те, що хочу. Я хочу дуже подякувати Одеському фестивалю, хочу дуже подякувати жюрі, оскільки для нас це був надзвичайний експеримент, для нас це була надзвичайна робота. Це забрало в нас три роки життя, в нас був невеликий бюджет в 7 тисяч євро. 12 годин на день, 12 годин на день протягом півтора року ми працювали з надзвичайними шістьма акторами. Це був надзвичайний досвід, і це був надзвичайний досвід роботи з режисером Андріаном Ситару, який дозволяв нам абсолютно всю творчу свободу. Для нас цей проєкт почався з маленької приватно-акторської школи, з експерименту, над яким ми думали про концепт правди, про концепт істини. Для нас це дуже важливо. Ми ніколи в житті не думали, що цей фільм вийти за межі Румунії, ми ніколи не думали, що будемо стояти тут і показувати цей фільм вам. Це, власне, один із перших моїх фестивалів, і мені насправді дуже приємно стояти тут і отримувати цю нагороду. Дякую вам. Також, международне жюри во главі з Кристофером Хемптоном назвало імена призерів в категориях «Лучший український фільм», «Лучший режиссер» і «Лучшая актерська робота». Нашого соотечественника режиссера Тараса Ткаченко наградили «Золотым дюком» за картину «Гнездо горлицы» в категории «Лучший украинский полнометражный фильм о жизни украинки в Італии». Бюджет фильма – 16 млн грн. Половину дало украинское госкино. Часть денег – инвесторы с Італиї. Часть съемок прошла в Генуе. В украинский прокат фильм «Гнездо горлицы» выйдет 10 ноября. Нам не хватило каких-то буквально тысячных баллов до Гран-при. И та компания, в которой мы оказались, это Пылаю, Пылаю, Пылаю и Фокусима. Я считаю, что это само за себя говорить, что это уровень международного кинематографа. Поэтому тут о чем говорить. Все сказано зрителями. А по поводу государственной поддержки, естественно, фильм поддержан государством. 50% Держкино. Финансирование шло сложно, потому что фильм попал между 2013 и 2014 годом. Все вы прекрасно понимаете, что был период остановки в финансировании. Но все получилось. Слава Богу, в фильме есть итальянские партнеры. Компания «4румс». В фильме есть частные инвесторы. Игорь Марон, за что им низкий уклон. В общем-то, так что фильм собирался по крошкам и получился. Специальными дипломами жюри были награждены людоеды Леи Феннер и фильм «Загар» Аргириса Папа Димитрополоса. Аксавье Сирон был удостоен звания лучший режиссер за фильм «Смерть от смерти». Следующий, восьмой, Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 22 июля 2017 года. А чем зрителям запомнился нынешний Одесса Интернешнл Фильм Фестивал? Фестиваль чудесный, программа хорошая, много гостей. Посмотрите, километровые очереди зайти на фильм. Все смотрят кино, все говорят о кино. Это очень важно. Посмотрите, что в Киеве. Фестиваль молодость, а Киевский фестиваль не продолжился. Он возник и умер. А нас живет уже седьмой год. Так что я считаю, что это величайшее событие. И это большой праздник. Одесский фестиваль на самом деле очень масштабное и здоровское событие, потому что в Одессе раньше не было такого уровня фестивалей. Это нужно, это для одесситов по-новому. Это новые стандарты, которые стоит достигать, ходить на фильмы, смотреть. Это очень качественное, крутое кино, которого они покажут в кинотеатрах. Артовое, которое заставляет задуматься. Не всегда это комфортное кино, конкурсная программа. Может быть, в этом году меньше звезд, но больше кинопрофессионалов. Они приезжают, они общаются, они делятся с молодежью своими какими-то навыками, творчествами. Вот, это очень здорово. Ну и вообще, как бы, фестиваль – это очень такая масштабная штука, которая каждый год что-то новое добавляет. В этом году арт ОМКФ – это направление искусства, это кинорынок. Вон даже «Холостякий Ракли» там был, я его на днях встретил. Вот, поэтому, конечно, такие мероприятия нужны, неинтересны. И дай бог, что все процветало, вот, получалось, масштабы росли, спонсоры находились. Ну и фестиваль рос, это нужно. Ну, это замечательное мероприятие на самом деле, потому что это уникальный шанс посмотреть те фильмы, которые будут проходить в Киеве через очень много времени. И ты тратишь меньше денег на это, и как-то все очень сжатые сроки. И это здорово, здесь замечательные люди, здесь много вдохновения, здесь много разных возможностей для людей, особенно, которые работают в кино. Они могут познакомиться с какими-то важными личностями, поэтому здорово. Я очень рада, что приехала и приеду в следующем году. Я посмотрела 20 фильмов, собираюсь посмотреть, наверное, еще штук 5, потому что я завтра уезжаю. И мне понравилась, боже, да, мне понравилась половина фильмов, которые я видела, например, «Смерть от смерти», и «Приветствие от Фукусимы», и «Светская жизнь». В общем, вот так. Евгений Тыщук, Владимир Картамышев. Специально для Международного информационного агентства «Вектор Ньюс». Субтитры создавал DimaTorzok